Земельный участок в Самаре на пересечении улиц Ленинска и Чкалова самый проблемный для обманутых дольщиков строительной компании «Элгран». Здесь, в отличие от двух других, где уже построены дома, по сути, есть лишь площадка. В суде граждане требуют наложить на объект обеспечительные меры, то есть, чтобы без их ведома ничего с ним сделать было нельзя. До тех пор, пока у нас наложены эти обеспечительные меры, и пока у нас есть этот участок, мы имеем возможность, например, продать право аренды. То есть, выйти в рамках конкурсного управления на торги. И единственный актив, который у нас на сегодняшний день есть, это право аренды, которое мы имеем право продать. Если мы его лишаемся, то нам нечего продавать. Однако у областного министерства строительства ЖКХ другая позиция. Чиновники предлагают договор аренды расторгнуть, переформировать участок заново, а права дольщиков защитить в рамках так называемого 54-го постановления, передав площадку новому застройщику. В земельном участке у нас находятся муниципальные дома. То есть, на этом участке получаются другие объекты. И для того, чтобы этот участок действительно был свободный от прав других лиц, не дольщиков, вот это об этом переформирование в других границах. Мы не видим основания того, что обеспечительные меры требуются, и если их не будет, то права дольщиков будут нарушены. Обманутые соинвесторы готовы пойти чиновникам навстречу, но лишь в том случае, если при переоформлении документов их учтут не общей массой, а поименной с указанием доли каждого. В противном случае участок должен быть реализован на торгах конкурсным управляющим. Свою точку зрения дольщики отстояли в судах дважды, однако федеральный арбитраж отправил дело на повторное рассмотрение. По его мнению, нужно дополнительно выяснить, не претендует ли на спорный участок третьи лица. Я брала парку подостреваю, и на этом земельном участке мы видим, что располагается множество домов, которые, в принципе, необходимо еще, нужно будет расстелять, для того, чтобы построить то, что предполагалось строить изначально. Однако в ходе судебного заседания выяснить точно, есть ли еще собственники у земли под непостроенными домами не удалось, поэтому в процессе объявили перерыв до пятницы. Продолжение следует...